Уже многие авторы на Яндекс.Дзен столкнулись с тем, что у них в личном кабинете на каналах появилась такая вот жёлтенькая плашечка, в которой требуют, чтобы они отправили своё селфи с паспортом. Собственно, точно такая же появилась сегодня и у меня. Они, конечно, не совсем требуют, ну то есть теоретически можно ничего им не отправлять. Но, если не отправить, то на канале просто отключат монетизацию, и если это является основным вашим источником заработка, то, понятное дело, вы лишитесь полностью дохода. Появляется такая вот жёлтая плашка «Подтвердить личность», если на неё нажать, то появляется окно «Подтвердить личность», сделав селфи с паспортом, иначе на вашем канале будет отключена монетизация. Чтобы продолжить зарабатывать в Дзене, вам нужно подтвердить свою личность, для этого понадобится только паспорт и смартфон. Если нажать «Подтвердить личность», появится вот такая вот инструкция. Ну, сперва нужно скачать приложение и авторизироваться, потом нажать на плюсик на нижней панели, перейти в кабинет Дзена и нажать «Подтвердить личность». То же самое, что на компьютере, только в мобильном приложении В принципе, всё довольно просто Ну и, конечно, телефон должен поддерживать это мобильное приложение Если нет, то сделать это с компьютера, ну, невозможно И многие, конечно, боятся отправлять своё селфи с документами Потому что, ну, мало ли кому в руки они попадут Сегодня в видео разберём, насколько обоснованы такие страхи Стоит ли бояться, можно ли посылать и можно ли вообще доверять Яндексу А это Критов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем В общем-то, отправить своё селфи с паспортом довольно просто Сфотографировался на телефон, переслал, всё готово Но это нельзя сделать с десктопной версией компьютера Почему я об этом упомянул? Потому что сегодня мне в личку написали, что так и так у меня телефон не поддерживает приложение Яндекс.Зен А нужно, они всё равно требуют, чтобы я отправила там это селфи Яндекс, ну вы уж разберитесь Если требуете с людей селфи с паспортом, и они даже хотят вам его отправить То сделайте так, чтобы они могли это сделать А не так, что, ой, вы нам ничего не прислали Ну и что, что у вас не поддерживает телефон это приложение Извините, монетизацию мы вам отключаем Кстати, я этой женщине посоветовал написать техподдержку И сказать, что так и так, телефон у меня не поддерживает ваше приложение Можно я вам так его отправлю Ну то есть селфи с паспортом Но тут оказалось всё не так просто Дело в том, что отвечающие менеджеры в техподдержке Яндекс.Зен Меняются чуть ли не каждый день И каждый ей говорит, что, ой, нам такое не подходит Пришлите нам, пожалуйста, с мобильного приложения И то есть она уже, по её словам, двадцать раз Ну не двадцать раз, сколько-то раз им писала об этом Что телефон не поддерживает А они всё не могут этого понять Ну потому что меняются Потому что каждый раз новый человек В общем, Яндекс.Зен, ну разберитесь как-то с этой ситуацией Ну а это что касается проблем у тех, кто хочет отправить Но многие не хотят отправлять свои селфи с паспортом Почему? Ну потому что эти данные могут утечь куда-то там И тут возникает такая дилемма Вроде бы Яндекс крупная компания, которой можно доверять Но все мы помним случай с одним очень крупным банком Данные которого, паспортные данные людей, утекли в сеть То есть можно ли считать, что ваши данные застрахованы и никуда не попадут? Ну блин, наверное нет Теоретически ваши паспортные данные могут оказаться в руках посторонних людей И в целом, если посмотреть на ситуацию под другим углом Ну блин, я постоянно куда-то езжу Я оставляю паспортные данные там Когда заселяюсь в гостиницу, у меня снимают ксерокопию паспорта Когда там вожу паспортные данные на некоторых сайтах, которые этого требуют Кстати, тут нужно быть предельно осторожным Потому что как раз сайты и грешат тем, что воруют личные данные Ну и очень много таких ситуаций, когда ваши паспортные данные могут оказаться в руках третьих лиц Так что бояться того, что утечка будет именно из Яндекса, ну довольно глупо Да и сами по себе паспортные данные не представляют для мошенников такой огромной ценности Гораздо интереснее им получить ксерокопию паспорта И больше всего люди боятся, что на их имя с этими паспортными данными оформят кредит Ну давайте оценим риски На самом деле получить кредит в крупном банке на какие-то чужие паспортные данные довольно сложно Это должно так совпасть, что в сговоре должен быть и работник банка, и тот, кто приходит с вашими поддельными данными Но как бы вычислить потом этих людей не составляет труда Поэтому бояться того, что на ваше имя возьмут кредит в крупном банке, ну не стоит как минимум Но нужно помнить, что есть еще микрокредитные организации То есть вот эти все микрозаймы, где там под бешеный процент берутся деньги И там уже все намного проще То есть с ксерокопией какой-то паспорта, либо даже с паспортными данными А вообще некоторые микрокредитные организации выдают кредиты онлайн То есть вот так вот приходишь, вернее даже не приходишь, вводишь данные И да, действительно, как бы микрокредит получить там уже возможно Это все, конечно, не так просто, что ты там посмотрел чужой паспорт и все, и оформил на себя кредит Нет, иначе бы этот вид мошенничества просто процветал бы пышным цветом Но некоторая опасность все равно сохраняется Так что раскидываться своими паспортными данными направо и налево не стоит Ну согласитесь, так себе перспектива, когда вам начнут названивать коллекторы по поводу долга, который вы никогда не брали Но коллекторы это одно, а вот если к вам правоохранительные органы придут по поводу какого-нибудь уголовного дела Это уже другая ситуация, такое может тоже произойти Ну допустим, если на ваш паспорт оформили фирму-однодневку Ну то есть такая фирма, которая там, не знаю, создана для какого-то прикрытия Уклоняться от налогов, творить какие-то темные дела То есть она зарегистрирована вроде на вас А вы к этому отношению никакого не имеете И приходят к вам, вызывают на какие-то допросы Зачем это нужно? Не нужно совсем Но я сейчас думаю все потенциальные какие-то опасности перечислить А потом сделать какой-то вывод Ну так вот, еще одна опасность Кто-то может оформить на ваш паспорт товар в рассрочку То есть рассрочку будете вы должны А товар уйдет совсем другому человеку Для этого тоже как бы нужны паспортные данные Некоторые магазины действительно предоставляют возможность Оформить рассрочку онлайн То есть даже не посещая место И по факту мошенник просто предупреждает Что посылку заберет другой человек Ну и курьер приносит посылку, ее забирает аферист А денег должен тот, чей был паспорт Помимо этого, на ваши паспортные данные Могут оформить сим-карту Ну то есть вводишь просто паспортные данные А уж что там будет с этой сим-карты Куда с нее будут звонить? Может быть в интернете с нее будут сидеть и писать какие-то посты К которым потом у правоохранителей будет много вопросов А вопросы эти в первую очередь потом адресуют вам Ну конечно потом скорее всего разберутся Но тем не менее неприятный осадок останется Кроме того, в плане всяких серых схем На ваши паспортные данные, которые утекли Могут оформить электронный кошелек Ну то есть электронные кошельки сейчас не могут быть анонимными И как бы мошенник вводит ваши паспортные данные А сам занимается тем, что допустим обманывает людей в интернете Обманывает людей, пересылает им как бы свои реквизиты На эти реквизиты приходят деньги Он эти деньги благополучно сразу же снимает Потом в конце концов кто-то пишет заявление на этого мошенника Правоохранители проверяют на кого зарегистрирован данный кошелек Оказывается там например на вас Вот это поворот Ну и опять же вам придется доказывать, что вы не верблюд Вот, ну наверное достаточно я страху нагнал И тем не менее, несмотря на все эти вот нюансы Яндекс Дзен требует, чтобы вы присылали свое селфи с паспортом Так что же делать в этой ситуации? А ничего, просто фотографироваться с паспортом и присылать Яндекс Дзену Могу ли я гарантировать, что данные эти никуда не утекут? Нет, не могу Да даже сам Яндекс, несмотря на то, что он это может быть где-то писал или говорил Не может этого сделать Но по факту у авторов просто нет выбора Если вы не отправите эти паспортные данные То вы просто лишитесь монетизации Ну то есть зарабатывали деньги, теперь не будете зарабатывать деньги Зачем это нужно самому Яндексу? Ну тут в принципе все понятно Чтобы убедиться в том, что канал ведет именно тот, на кого он зарегистрирован Ну то есть по факту будет вот ваше лицо, вот ваш паспорт Можно прям на месте сравнить Понятное дело, что у некоторых людей их каналы ведут какие-то другие люди То есть кому-то они делегировали эту возможность Но тут тоже все просто Как бы человек попросит владельца канала сфотографироваться с паспортом Либо владелец канала сам это сделает Ну и как бы личность будет подтверждена Но факт останется фактом Вот канал, вот человек, который за него отвечает Если что, все вопросы к нему Это я к тому, что если вы пишете на тему какой-то политики То будьте осторожнее Ну а так по факту, если вы делаете селфи с паспортом То это даже не скан Там даже нет полной информации И я бы в конце концов не стал так сильно переживать По поводу утечки данных Но конечно вам самому решать, что для вас важнее То есть монетизация на Яндекс.Зен Заработок на Яндекс.Зен Либо вот эта вот конфиденциальность Которая возможно и не будет никогда нарушена Ну а у меня на этом все Подписывайтесь на мой канал На инстаграм тоже подписывайтесь До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok